В эфире новости Альметьевска, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте, к темам дня. От разнорабочего до менеджера сотни предложений для тех, кто в активном поиске работы. Ярмарка вакансий в Альметьевске. Вакансии представлены сегодня 16 работодателями. Главное – дружба и доверие. Лучший общественный воспитатель раскрывает секреты, как общаться с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Самой главной задачей было стать для него другом, чтобы он не боялся меня, как инспектор, поделал мне совершеннолетний. На дороге люди в черном и автоинспекторы дарили подарки за пристегнутый ремень и детское автокресло. Это в любом случае, я думаю, что нужно проводить, и проводить гораздо чаще. Более ста вакансий сегодня предложил Альметьевцам Центр занятости населения. Там прошла традиционная ярмарка вакансий. Предложение о работе подготовили 16 работодателей. Им можно было не только выбрать интересную вакансию, но и прямо на ярмарке пройти собеседование. Ангелина Хабибулина продолжит. Акрам Гатин – специалист с большим стажем. Более 15 лет он занимал должность электромонтера. Сейчас мужчина находится в поиске работы и готов взяться за любую работу, которая придется по душе. Мне позвонили оттуда знакомые. Буквально вчера я узнал и пролетел. Даже разнорабочим можно по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений. То есть мужская работа в основном вся. Не хочет остаться без работы Юлия Яхина. Более 13 лет она проработала на хлебозаводе. И вот уже два месяца активно ищет новую работу. Мы ищем пекарями, уборщицами можно, кухонными работниками. Главное, чтобы зарплата была не ниже 15 тысяч. Немало пенсионеров продолжают трудиться и после выхода на заслуженный отдых. Кто-то не представляет свою жизнь без работы, а кому-то просто не хватает общения. Вакансии представлены сегодня 16 работодателями. Можно пройти сегодня мини-собеседование и дальнейшее трудоустройство уже на базе работодателя. Вакансии сегодня представлены в огромном количестве. Вакансии всеразличные, как требуются и повара, учителя требуются, инженерные профессии присутствуют. Очень много медицинских работников требуется, высококвалифицированных. Помочь с трудоустройством на ярмарках вакансий можно всем, кто находится в поиске работы. В центре занятости открыты двери для всех граждан трудоспособного возраста. В случае необходимости человек может пройти переобучение и освоить новую специальность. Людей интересуют разные профессии. То есть даже если они не могут найти подходящую профессию, мы их можем переобучить на какую-то профессию. То есть у нас есть профориентация. То есть если человек не может определиться с профессией, мы можем ему провести тестирование и определить его деловые качества. Чтобы посмотреть имеющиеся вакансии, не обязательно обращаться в центр занятости лично. Достаточно зайти на портал работы России и ознакомиться с представленными вакансиями. Также каждый соискатель может разместить на портале свое резюме. Сегодня на ярмарку вакансий обратилось более ста человек, находящихся в поиске работы. В Альметьевске выбрали лучшего общественного воспитателя. В муниципальном этапе конкурса за победу боролись 8 воспитателей. Победителем стала Анастасия Чумарова, инспектор по делам несовершеннолетних. Секретами воспитания она поделилась с нашим корреспондентом. Восемь утра. Инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Чумарева спешит в родное отделение МВД. Здесь она работает почти год. Каждый день общается с подростками, совершившими правонарушения. Детьми из неблагополучных семей и находящимися в трудной жизненной ситуации. Один из подростков стал ее подопечным, когда девушка решила взять на себя и роль общественного воспитателя. Совершил административное правонарушение. У него участились пропуски занятий в школе и ухудшилось поведение в целом. Маме стало сложно справляться с ним в одиночку и я решила помочь ему. С тех пор Анастасия стала для юноши и учителем, и лучшим другом. Каждый день они на связи. Алло, Женя, здравствуй. Как дела? Как на учебе? Для меня самой главной задачей было стать для него другом. Чтобы он не боялся меня, как инспектор, поделал мне совершеннолетних, а чтобы был для меня другом и доверял мне. Постепенно жизнь юноши меняется в лучшую сторону. Он перестал прогуливать занятия, улучшились отношения с родителями. Эта победа в работе инспектора принесла и успех в конкурсе общественных воспитателей. Анастасия Чумарева заняла первое место. Теперь готовится бороться за звание лучшей уже с коллегами со всего Юго-Востока. Новые знания она черпает из настольной книги. Это наша профессиональная библия, настольная книга, инспектор по делам несовершеннолетних. Здесь ответы на все вопросы, касаемые нашей работы. Этап конкурса по Юго-Востоку Татарстана в Азнакаево состоится 26 сентября. А позже победители зональных этапов поборются за звание лучшего общественного воспитателя республики. Квитанции в прошлом. Татарстанцы начали получать новые налоговые уведомления. Изменилась их форма. Теперь все необходимые реквизиты для перечисления налогов указываются прямо в уведомлении. Это обязательные реквизиты. QR-код, штрих-код и уникальный идентификатор начислений. Квитанции в конверты больше не вкладываются. Оплатить начисленные налоги можно любым удобным способом, в том числе через платежные терминалы, банки и почтовые отделения. Есть также электронная возможность оплачивать налоги. Жители Татарстана в конце августа начали получать имущественный налог за 2017 год. Квитанции в этом году не направляются. После расчета каждого налога в налоговое уведомление приведены реквизиты платежа для перечисления налоговой бюджетной системы Российской Федерации. А также размещены QR-код и штрих-код, в которые включены все необходимые реквизиты. УИН, сумма налога, реквизиты банка-получателя и получателя платежа – КБК, ОКТУМО и т.д. При обращении для оплаты налогов в банк или отделение связи оператор считает данные из налогового уведомления и после оплаты выдаст квитанцию об уплате. Банковские терминалы и мобильные приложения банков идентифицируют платеж по одному из трех источников. УИН, QR-код или штрих-коды. Это еще не все новости. Смотрите далее. На дороге люди в черном и автоинспекторы дарили подарки за пристегнутый ремень и детское автокресло. Это в любом случае, я думаю, что нужно проводить и проводить гораздо чаще. Улица, которую не узнать, стала красивее, лучше, удобнее. Альметьевцы о преображении улицы Ленина. Слов нет, конечно, нравится. Альметьевск посетили пришельцы. Нет, это не шутки. В нашем городе открылась интерактивная развлекательная шоу-выставка «Корпорация инопланетян». Она разместилась в торговом центре «Корона» и будет проходить по 6 октября. На выставке можно не только посмотреть на представителей внеземных цивилизаций, но и принять участие в интересных опытах. Инопланетную выставку посетила и наша съемочная группа. О них слышал каждый, а теперь их можно и увидеть. Это необычные пришельцы из далеких созвездий и планет. У жителей и гостей Альметьевска появилась возможность раскрыть тайну внеземных цивилизаций. На выставке можно прикоснуться к удивительному миру пришельцев, узнать множество фактов и догадок об инопланетных существах. Рады представить нашу выставку, необычную выставку. Здесь у нас проходит физическое, химическое, лазерное шоу, комната с живым пришельцем, уникальные мастер-классы. Для всех мы проводим обязательно экскурсию. Химическое шоу, мастер-класс по выращиванию инопланетной бактерии. Такого не увидишь нигде. Здесь можно даже реанимировать гуманоида. Это единственное место, где пришельца можно просто потрогать руками или услышать голос гуманоида из космоса. А специальные очки помогут каждому посетителю окунуться в мир виртуальной реальности. Развлекательное шоу-выставка «Корпорация инопланетян» разместилась в торговом центре «Корона». Она открыта с 11 до 22 часов ежедневно. А накануне сертификаты на инопланетное шоу дарили автолюбителям. Презенты получили те, кто ехал с детьми, но только при условии, что ребенок находился в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности. Что из этого вышло, узнаем далее. На дорогах города появились люди в черном. Компания им составляют и люди в более привычного цвета униформе. Госавтоинспекторы вместе с сотрудниками корпорации по контролю и изучению инопланетян проверяли автомобили альметьевцев. Нет, не на наличие пришельцев. Все более прозаично. Они проверяли соблюдение правил перевозки детей. Спасибо, что соблюдаете правила дорожного движения. От корпорации инопланетян сертификат на посещение трех человек, бесплатное посещение трех человек на нашу выставку. Счастливчиков, уехавших домой вместе с билетами, было семеро. Но, по мнению самих водителей, каждый должен подходить к соблюдению правил ответственно. Не потому, что есть какие-то штрафы или, наоборот, дополнительное поощрение. Соблюдать это для нас самих, для наших детей, не для того, чтобы нас не штрафовали. Но оно должно соблюдаться, потому что это безопасность наших детей, и от этого зависит их жизнь. Так что мы сами делаем их жизнь лучше. Пока представители корпорации инопланетян вручали сертификаты на посещение их научно-популярного шоу, сотрудники учреждения безопасности дорожного движения вручали памятки. Знаешь сам, научи другого. Для инспекторов ГИБДД и специалистов безопасности дорожного движения не впервой сотрудничать с различными шоу. Это в любом случае, я думаю, что нужно проводить, и проводить гораздо чаще. Мы будем внедрять это также в наш опыт. Сама, как мамочка двоих детей, я рекомендую всем пристегивать, даже на короткое расстояние, обязательно пристегивать своих деток в автокресло. Это безопасность, в первую очередь, ваших деток. В Альметьевске завершается большой проект по реконструкции улицы Ленина. Там расширили пешеходные зоны, обновили тротуары. Вывески кафе и магазинов обрели единый стиль. На улице установили новые скамейки и светильники. Отдельным вопросом было озеленение центральной улицы. По приглашению главы Тимура Нагуманова в город приезжал казанский дендролог Сергей Мурзов. Он дал рекомендации по созданию и содержанию зеленых зон. Сегодня центр города не узнать. Так в целом говорят о преображении улицы Ленина. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы узнать мнение жителей. Какие изменения вам больше всего нравятся? Советская газированная водичка. Стало красиво, лучше, удобнее ходить, нет ямочек, особенно с коляской. Город улучшился, стал красивее в этом плане. Слов нет, конечно, нравится. Очень даже красиво стало. Все стало более современнее, красивее и более привлекательнее. Это место стало более уютным, он стал таким просторным. И то есть даже появились скамейки, мусорные баки, которые очень даже хорошо, потому что они находятся не так далеко друг от друга. И тут так много магазинов, мне кажется, это прям самое то. Деревья посадлены, кустарки, дорожки. Все нравится. Отлично стало. Город Альмийский изменился. В лучшую сторону. Мы рады. Понравилось, что наконец-то поменяли. Ходить стало, возможно, как-то вот мусорок побольше появилось. Ну и как-то вид стал лучше из-за того, что все сделали в одном стиле. Везде можно посидеть, отдохнуть. Продолжение следует... Выходные в Альметьевске будут насыщенными. 21 сентября в нефтяной столице отметят День профсоюзов Республики Татарстан. В 11.00 на площади нефтяников состоится открытие праздника. С 12 до 15 часов пройдет концертная программа. Будут работать различные точки активности. Пройдут мастер-классы, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Также запланировано розыгрыш лотереи. Вечером в этот же день жители и гости города смогут побывать на площадках проекта «Культурная среда». В 5 часов вечера начнется развлекательная программа. Согреться можно будет в сквере 60-летия Альметьевска, в сквере Ишлек, в литературном дворике, в парках Шамсинур и Здоровье. В воскресенье 22 сентября на территории комплекса «Снежинка» пройдет чемпионат и первенство района по лыжероллерам. Начало в 9.30. А еще одно яркое событие состоится через неделю. Планируйте свои следующие выходные заранее, чтобы не пропустить его. 28 сентября в 11.00 на ипподроме в Альметьевске вас ждет закрытие сезона скачек и бегов, а также розыгрыш ценных призов от компании «Татнефть». И в заключении о погоде на выходные. 21 сентября в Альметьевске сохранится облачная погода. Ночью и днем будут дожди. В полдень ожидается гроза. Ночью плюс 5 градусов, днем плюс 10. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. 22 сентября в Альметьевске прогнозируется переменная облачность. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью плюс 3 градуса, днем плюс 9. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Заходите на наш сайт, там вы найдете еще больше новостей и все выпуски наших программ. А быть с нами на связи удобно через наши страницы в соцсетях. А сейчас подведем итоги недели. Смотрите новый выпуск «Эльмет Хаберлерэ» с Гульнас Гизатулиной после новостей. А я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!